Всем яркий привет! Это очередная трансформация. И сегодня речь пойдет о том, как лучше всего пить протеин. На самом деле распространенных вариантов всего три. Это протеиновые коктейли на молоке, на воде и на соке. Я думаю, что варианты с соком нужно отметать сразу. Во-первых, это вообще, в принципе, какое-то странное сочетание. Сок с протеином, не знаю, это дичь какая-то. Но даже если вы сторонник таких вкусов, то возникает второй момент. Это то, что сок, как правило, ну давайте будем честными, как правило, никто не будет делать фреш. Это будет, скорее всего, восстановленный сок. А значит, он будет содержать сахар. Да и вообще сок сам по себе это углеводы. И тут теряется уже вся прелесть протеина. Потому что протеин за что ценят? За то, что это белок, очищенный от всего лишнего. То есть лишенный углеводов, жиров, чистый белок. А тут получается, смешивая соком, добавляете сюда определенный процент из жиров и углеводов. Ну, особенно углеводов в виде там того же сахара, допустим. Причем быстрых углеводов. И смысл просто теряется. Поэтому я думаю, что соком смешивать вообще никакого смысла нет. Если сравнить по вкусовым качествам, то лидером, безусловно, будет протеиновый коктейль на молоке. Вот на молоке все становится лучше. Если вы когда-нибудь пробовали кашу на воде и на молоке, то вы меня поймете. Каша на молоке, естественно, всегда будет вкуснее. То же самое происходит с протеином. Если вы хотите улучшить вкус, делайте на молоке. Ну, пожалуй, это единственный плюс молока. Дальше идут минусы. И минусы – это вот как раз минусы молока. Они всегда идут в пользу воды. Бывают ситуации, когда протеин на воде, он гораздо предпочтительнее, а иногда и вообще является единственным вариантом. Ну и на первом месте есть, конечно, непереносимость лактозы. Есть люди, у которых вот такая неприятная штука. То есть, когда вы пьете молоко, люди, у которых непереносимость лактозы, ну, у них, короче, их начинает пучить, грубо говоря. Ну, диарея начинается. В общем, довольно неприятная штука в отношении к желудочно-кишечному тракту. Вот. Поэтому, если у вас непереносимость лактозы, то однозначно вода. У вас нет других вариантов. Только протеин на воде. Более того, непереносимость лактозы, она может появляться с возрастом. У меня, например, вот именно так произошло, потому что я принимал, так сложилось, что я принимал протеины в юности и вот в более старшие годы. Так вот, с юностью у меня проблем с протеином вообще не было. То есть, я делал на молоке, меня это абсолютно не парило. Причем, в те времена протеин еще был такой, знаете, не особо чистый, там лактозы прилично содержалось. И у меня все было замечательно. Но вот спустя годы я снова начал принимать протеин и оказалось, что я на молоке-то нифига не могу его пить, потому что, ну, реально диарея начинается. Вот. Поэтому с возрастом, да, с возрастом организм теряет эту способность усваивать молоко. Начинается непереносимость именно вот элемента, который содержится в молоке, это лактоза. Вторая ситуация, при которой протеин на воде будет предпочтительнее, это периоды сушки, то есть периоды подготовки к каким-либо соревнованиям. Многие спортсмены, кто готовится к соревнованиям, они скажут, что употребление молока непосредственно перед соревнованиями, оно, как сказать, из-за него теряется рельеф. То есть организмы водичку начинают набирать, вот этот вот подкожный жир. Ну, короче, я не знаю, как это объяснить, потому что с медицинской точки зрения, ну, нет таких вот ярко выраженных предпосылок, да, к тому, что вот, типа, молоко приводит именно там к набору лишнего веса в короткие сроки. Ну, может, оно, конечно, и объяснимо, это, скорее всего, к докторам вопросы, но в плане вот именно практическом спросить спортсменов, которые готовятся к соревнованиям, скорее всего, большинство из них вам ответит, что ни в коем случае молоко перед соревнованиями не пить, потому что теряется рельеф. Вот, поэтому вот в такие периоды, конечно, нужно делать протеин на воде. И более того, вот сами подумайте, когда вы делаете протеин на молоке, к примеру, то вы дополнительно с белком получаете, во-первых, еще порцию белка, ну, потому что молоко само по себе, оно белок содержит, а это уже перебор лишку, потому что организм, ну, как правило, пьете ту норму, которую организм может усвоить. А тут на молоке у вас еще дополнительно появляется белок, который, ну, по сути, лишний, по большому счету. И более того, молоко – это и процент жира, да, и там углеводов, то есть вы вместе с белком получаете еще дополнительные ингредиенты, которые на сушке вам не нужны, а не лишние. Поэтому в такие периоды вот однозначно на воде. Еще один нюанс в пользу протеина на воде – это консистенция, потому что протеин на молоке, он, протеин на коктейле на молоке, он получается очень густой. Ну, не то, что очень, более густой, чем, допустим, вы будете делать на воде. А если речь идет, допустим, о казине, да, а не о сывороточном протеине, то он вообще получается такой, как клейстер. Вот я не могу сказать по-другому, подобрать слова. Вот именно как клейстер получается, да, если, например, о казине речь идет, не настолько становится приятно пить, так скажем. На воде протеин получается более такой вот приятный в воде консистенции. Поэтому если вам не нравится именно вот по этой причине на молоке пить, что он слишком густой, там, допустим, да, вот такой клейстер образный, то смело переходите на воду. Какой из этого можно сделать вывод? Если у вас нет проблем с пищеварением, если нет проблем с переносимостью лактозы, то смело выбирайте протеин на молоке. Он однозначно вам подойдет, будет гораздо вкуснее, приятнее пить. Выбирайте его. Еще один совет, который, как мне кажется, не будет лишним, это просто сочетать различные варианты протеиновых коктейлей. К примеру, с утра, когда вы проснулись, да, у вас еще катаболические процессы продолжаются идти в организме, поскольку всю ночь не было никакого питания. Делайте протеин на молоке, потому что такой протеин будет более питательный, более насыщенный, и он позволит именно вот заглушить катаболизм, разбудить, так скажем, организм, даст быстро начальные питательные вещества, те же углеводы, немножко жира и, собственно, белок с протеина. С утра протеин на молоке, по-моему, идеальный вариант. После тренировки то же самое, когда у вас белково-углеводное окно, организм нуждается в питательных веществах, то же самое на молоке будет вполне подходящим вариантом. Ну, а вечером, конечно, лучше выбирать на воде, как раз нужен минимум калорий, ну, калории на ночь вам не нужны, так скажем, питательные вещества, ну, из питательных веществ вам на ночь нужен только белок, по большому счету, да, чтобы побороть катаболизм, опять же. Все остальное будет излишне, поэтому перед сном лучше, конечно, пить протеин на воде, то есть не делайте свой выбор, вот однозначно в пользу чего-то, сочетайте, просто сочетайте. Есть периоды, когда имеет смысл принимать протеин на молоке, есть периоды, когда имеет смысл принимать протеин на воде. Ну, соком, наверное, никому не посоветовал бы, но если только у вас вкусовые пристрастия ваши таковы, что вот именно хочется на соке. Вот, ну, кстати, на самом деле на соке, если вы хотите разнообразить вкусы, да, то есть приелись вам стандартные вкусы протеина, а, как правило, производители делают именно стандартные, то есть в основной массе, там, шоколад, ваниль и прочее, то сок – это способ разнообразить вкусовые ощущения, используя разные соки, можно менять вкус протеина, и, да, если он вас подзадолбал, то, возможно, в какой-то период времени имеет смысл даже и на соки протеин делать. Я надеюсь, что кому-то мои советы окажутся полезными, следите за моей трансформацией, возможно, подчеркнете что-то новое. Ну, а на сегодня все. Всем пока!